Все пошло. Видно цифры? Все пошло да. Так, Виталий, договоримся давай. Цель приезда твоего, какая? Ну, пока. Гроб считай. Зовица. Простой вопрос. Он сразу ответит. Екатерина ответит. Ты не смешаешься. А что? А? Ну, как какая разница? Да попроще, Виталий. Да попыть, ну как? Я вас давно не видел, соскучился. 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 Так, это мы оторвали отдельно с Виталией сейчас. Соскучился. Но это можно и по интернету, тем более у нас ролики, беседы. Это слишком дорогое удовольствие. Геннадий Иванович, немножко сместитесь туда, влево. Давай, давай, давай. Виталий тоже, да. А ты-то что убегаешь? Тебя же не захватывают. Виталий. Виталий. Ну, конечно. С тобой же беседы. Ну, как бы ближе, не все беседы. Опять звук. Виталий. Идет с тобой. Когда ты был, ходили к серопе Гаврилову, ей девяносто три года, там, все. И она добавила, что вы наставлены. Их не возвращался. Просто ты сам порой перпишем. Некогда тебе. Ну, я не знаю. А, она очень ценная. Ты в комнате слушал раньше? Ну да. У меня опыт. И ты, который мне коснулся многих землях. А я с тобой еще взял. Ну, знаешь, это конечно. Люди просили, чтобы в отдельности еще там было записано, то другое. Ну, у нас это. Сейчас подписан в хью-диаграме. Не знаю. Как ты считаешь сам? Сейчас звучит. Сейчас ты где работаешь? На данный момент? Где работаешь? Где получаешь деньги, расписываешься? Нигде. Я сам на себя работаю. В интернете. А как ты думаешь, невыкор будь сказанным. Кто из вас знает больше вещества, Сергей Вячеславович, или ты? Что знает? А? Что? Больше в интернете разбирается. Это я откуда знаю? Я же не знаю. Ну как, ну может кое почем сравнить. Способности Вячеслава я не в курсе. А где-то на уровне, я думаю. Я спрашиваю не для того, чтобы ее ущипнуть или что-то. Не-не, честно, мы 5. Как я могу сказать, с чего мы можем Вячеславович? Там фигурка. Все. Не знаю. Не знаю. Не знаешь, ответить не можешь. Какие-то рамки надо поставить. И все. В пределах вот того, что делает ипнотип. Ну со мной как ты выступал. Как он, где говорит, делает, что помогает, составляет, вопросы разбирает. Притом он сам из вопросов этих научается и тут же показывает, что я меняюсь. Это сейчас я считаю в вашей книге. Это столько мне открылось. У тебя из такой бездны вылез. Мне это открыто сейчас. Я почувствовал в себе, что Бог меня избирает, открывает такое. Ты не сказал этого. Значит отсюда видно, отношения очень различаются. Я не в упор говорю тебе, а просто в данном случае поддерживать связь и получать. Я считаю, что я для себя... Я благодарю тебя, что составлял, где ролики, где был. Но однажды ты меня так подвиг в одном месте, что мне пришлось трепетать, когда отключить монетизацию. Виталий, может ты мысли? Я и доклик. Да. Да. Дальше. Ты сказал, что думаешь, ущися. А где ущися? Через интернет и дальше. Все через интернет. Все неопределенно. Так, я спрошу Вячеслава. На государственной работе где-то работаешь? Сейчас, в данный момент. Десять проходит, ты получаешь деньги каждый месяц. Да. Понимаешь, разница уже между вами. Нет. Нет. У меня ни одного дня не было. Так что вот меня спросили. Ну в такое время я жил. Два дня я приехал в Новый Город. Два дня. Я обязан поступить на работу. Я не работал, а третий день уже меня милиция берет. Это не ясно. Статья. Например, ты арестованный и три года будешь работать на русских арестах. Никак. Он работает. Одновременно работает и занимается. И он намного больше делает, чем другие. Притом он заходит туда и там выбирает с вопросов и ответа. Ответы, которые он дает. И вот тут уже речь не по интернету, только о знаниях. Знаниях и отношениях к делу. Я эти спрашивания и то, что мне деньги твои нужны. Я очень много в жизни встречался с людьми. Вот мы проехали назад. Меня останавливались. Мы ехали. Это 650 городов и сел. И везде выступать пришлось. Библиотек. В храмах. В храмах. Прям в храме. Уже и там с колокольни нас ждут. Там звон. Священник Фатерей побежал звонить, как будто архиерей приехал. Звонит, колокола, что мы приехали. А люди уже собраны в храме сели. И тут же перед ними я выступаю. На Украине. Ясное дело, что, учитывая, что я не священник, нас ждали. И поэтому я почему к этому обращаюсь. Какие были изменения в людях. Говорить много можно. Побыл, поговорил, там выйдите, посмеялся. Алексей нет. То есть это нет. Общины-то нет. А здесь образуется община. Маленький кружок. И вот смотри. Не работаю. Я там буду работать. Это подсобная. Это не работа. Почему не пойти на такую работу для рабоностроителя? Экзамены сдал в сельскохозяйственный институт. А факультет механизации сельского хозяйства. Ну, пошел за водой в городе. А там к тетке-то разговаривает. И она говорит, что мой сын поступил в город. Там меньше учиться. А сына там дальше будет учиться. Меньше. Меньше. Короче. Я поехал в город. Мне дал отец здесь три рубля. А денег-то нет. Три. Два тридцать я дал за билет доехать до Барна. Семьдесят копеек мне. Жить, снять квартиру, поступить. Семьдесят копеек. Семьдесят копеек. Понимаешь? Мы подумали. У нас отец безвыклевый. С фронта пришел. У нас десять ребятишек. Их десять. И мы с пяти лет уже на поле. На поле он пастуха. Поэтому мы в работу. Бегу. Заворачивали. Дома. Плавать. Это все наша работа была. Косить отец не может одной рукой. Мать это все. И с матерью мы там со своей рябовкой. Под ножом траву режь. То есть мы приучены к этому потянуться. А дальше я сразу же забрал документы. Строительный техникум. Почему-то он колледжем стал. Промышленное гражданское строительство. До два с половиной года учился. Они пять лет. Без экзамена меня приняли. Потому что институтские обценки мои перешли туда. Теперь я начинаю. Там. А ничего не знаю. В деревне-то что я строить? Я ничего не строил. Я никакой. Вот теперь я должен все это узнавать. Понимаешь? Вот услышал что-то где-то. Стараюсь узнать. Книги купить не на что. Я бегу где на вокзале. Выходят. Беру женщину с двумя чемоданами. Я к ней. Она думает. А кто такой? Кому дать чемоданы? Видимо вызывал доверие. Разрешали. Судя там у меня опять тройку. У меня есть. Кому-то надо снег с крыши стыть. Кому-то дрова расколоть. Кому-то еще что-то. То есть я должен рыскать. Пошел на рыбалку. На рыбачье. Скорее на базар продать. Мне надо хлеб купить. И мы не считали что мы бедные. Вот удивительно это. И у которых жил. У них двое ребятишек было. Они умерли уже взрослые. И они могли с меня не брать. Но люди хорошие. А потом у них на квартире все за мной идут. И они брали с меня 6 рублей за квартиру. Что-то перехвачу у кого-то. Следующее я должен отдавать. И полного у меня уже не будет. Поэтому я должен пробиться с нуля начать. С нуля. И за меня никто нигде ничего не платил. Для меня была боязнь если будут две тройки кажется. Две или там не знаю. У меня стипендии снимут. И я должен вылететь оттуда. Я должен еще учиться-то опущиться. Чтобы троек-то не было. Понимаешь какая обстановка была. А когда кончишь. А куда я работаю. Это не было. Это обязан куда. Меня проверили. Отец судьболит войны. Матерем три братья на фронте погибли. Пролетарская семья. Меня направляют в органы МВД. В строго режимный лагерь. В Плишкино. В Верховской области. Где там наводение сейчас. Это мне дало такой урок. Я работаю 7 месяцев. Ежедневно. Подлез в ены. Без выходных. У меня до 250 человек. 6 объектов было. А я еще не знаю. Я непреодрывно должен был учиться. И показать. Что лучшие меня и в работе комитетики. Понимаешь. Это обстановку не я создаю. Это мне создали. Меня направили. Я поехал. Деваться меня больше нигде не примут. Государство за этим следило. А в армию когда призвали. А так как я в Легово там спортом все занимался. И направили в морд. Вот. А там начались ракетные войска. Только что образовали. Маршал Неделин. И отовсюду стали собирать тех. У кого образование выше 10 классов. И там у нас все только кавалеристов не было. Даже формы не было. Настоящие. Там стоят. У меня взяли. Я оставил. Без козырки. А другой там. С транспортных каких-то у него. С крылышками. А потом придумали в кушечке. Вот. И мне дают дожность. А одна дожность. А одна только такая. Кому говорю сейчас. Генерал. Он задает вопрос. Он говорит. А такой должности нету. Я говорю. Увольнителю дают-то сколько? Ну бывает за особые заслуги. Даже на сутки могут дать. Ну это говорит. Почти лет. Ну до 6 вечера. Восемь должен. Я говорю. У меня увольнитель был на год. 1 января мне выписан. До 31 декабря. За воинское счастье я нахожусь. А что это такое за должность? Техник. Смотритель воинских зданий. Ракетный хвост с Дальнего Востока. Я должен по городам ездить. Узнавать. Какая обстановка. Живля у офицеров. Кому на очереди. Кому что-то получить. Это чего-то стоило. И притом заслуги моей никакой не было. Господь это делал. Но тут уже, конечно, деньги были и все остальное. Я тебе это говорю. Тебя Владимир говорит, куда сейчас? Я работал. И вдруг я услышал. Услышал от кого-то, а ты мне этого не сказал. Что они за тебя заплатили элементы 300 тысяч, кажется. И я, может, цифры не точно скажу. Сколько ты должен был жене? Жене я должен был в сумме 300, может, чуть больше. Но я там с ней договорился. Как будто бы из Испании, куда ты поехал. Знакомца-то это через меня же пошло. Откуда бы ты ее знал? Через Камру. Через Камру. Она православная. Так? Ирма? Да. Но она два года уже в православии, да. Понятно? Близость такая. И он приближался. После его ухода он, смотрите, хочет на православие. Я тебе обстановку за. И будто бы они заплатили за тебя долг жене. Так ли это? В смысле заплатили. Он мне наперед дал. Наперед мне дал деньги. Мне, чтобы туда поехать, в Испанию, выехать. Мне нужно было все алименты отдать. Это по закону. Она тебя не выпускала так? Государство? Ну, естественно. И все. Я говорю, вот... Знаете, Тихонович, это одна сторона. Мы с ними... Я с Ридисом договаривался о партнерских отношениях. Не то, что я приеду там... Он мне идею такую подкинул. Что будем бизнес развивать вместе. Понимаете? И у меня свое, так сказать, своя будет задача. А потом, когда я приехал, я понял, что ему нужен просто смиренный, кроткий и послушный. Ну, так вот, грубо говоря. Такого нет. На таких условиях я не договаривался. И я, как говорится, ему дал это понять. Ему это просто не понравилось, и все. Почистил, давай. Он думал, кроткий, послушный. Ну, я так утрированно сказал. Кроткий сейчас. Потом Даша скажет, что... А какой он должен был? С рогами приехать? С хостом, с копытом? Кто? Я? Ну да, ты. Это не понятно. Раз договорились ты на работу, ты не можешь быть кроткий. Там начальник, он тебя вызывает, платит деньги. Ну, понятно. Это не обговаривается. Конечно, что и гузить не будешь. Ну, я и не гузил. Приебить куда-то не будешь. Ясно так дело. Это говорить не надо. И ты приехал. Вот у тебя мало не послушали, мы с тобой расстались. Проликов надо. Два дня, полтора дня и выехал отсюда, как пробка. По-другому никак. Надо укоротить этот разговор. Если я ему должен, я ему должен денег. Я готов ему отдать деньги. Но, как говорится... Уже надо с ним разговаривать. У меня не очень так влашение. Люди-то не знают подробности. И перед тем, как выехать, они заплатили за тебя. Да никто не заплатил, он мне перевел деньги и я заплатил. Но он мне вперед дал деньги. Кто заплатил, когда они приезжают деньги? Он мне вперед дал зарплату, мне сказать. Понимаете, Игнать Ильич? Это моя зарплата, он не сберет. Просто нет зарплаты. Как это? Нет. Он выкупил тебя из плена. У тебя зарплаты нет, у них рубля. Моя зарплата, ты ее не заработал. Теперь заработать никогда в России-то. То есть, они тебя выкупили, а они заплатили за тебя. Это определенно еще и ясно. Иначе мы тебя не выплатили. А там след в будущее. Будущее ничего не известно. Будешь ты живой или нет. Они уже заплатили. Они уже кочевок свой прорезали. Вот так. И это я не знал. Почему-то ты мне не сказал. Почему-то не сказал. Почему-то не сказал. Я считал, что я тебе писал. Ты договоришься со своей Настей, чтобы она дала согласие на выезд твой. Ты выйдешь на заработки. Вот как я говорю. А о том, что он за тебя заранее заплатит. А она бы так и знаете. Сейчас не об этом. В моих словах. Так было я тебе говорил? Ну да. О том, что он тебя заранее заплатит. В счет зарплаты. У меня даже порошинки здесь нету. Я никогда не думаю, за кто это будет платить такие деньги-то. Когда человек не приехал, дядя не работал. То есть, они выкупили тебя, заплатили за тебя твои линии. Можно так сказать. Хорошо. Хорошо. Теперь. Ну ты считал, что эти деньги ты должен отработать им отдать. Ну а как иначе? Так. Теперь сколько ты заработал и отдал из этих 300 тысяч? А? 3 тысячи. Только 3? 3 тысячи евро. Так. Переводим на русские деньги в это время. Сколько ты не заплатил, которые они за тебя заранее заплатили? Я им остался еще должен тысячу двести. Тысяча чего? 200 евро. Ты на рубли переводили? Углажаем на 70 или сколько? А минус 100 тысяч? Ну быстро. 70 рублей там евро стоит. Сколько ты им должен переводить на рубли? Сколько? 90 примерно. Ну сотни пускай будет. 100 тысяч? И уехал ты не по-хорошему. Как не по-хорошему? Я все попросил прощения. Ну во всяком случае не по-хорошему. У меня не больше нет. Это уже с Регисом разговаривать надо. Ну да. Видишь как меня это очень заперевожило. Я готов приехать отработать, но Регис уже... Уже они как? Конечно. Они ждали послушать. Ну какого они должны были ждать? Виталий. Игнатий Тихонович, я вам рассказывал уже. Сейчас подожди. То, что ты должен заплатить, об этом батюшка говорил, Серапима Габрииловна. Ну твое дитя, что за чужое дитя, за твое удовольствие и кто-то будет расплачивать, я такого даже не слышал. Вот. Получилось так. Именно... Ну да, Игнатий Ильич. Вы говорите, что вот они меня выкупили. Тут не было такого, Игнатий. Ну ты должен остаться. Они тебя стажировали. Я должен... Ему нужен был помощник. Понимаете? Помощник. Помощник. А почему ты это слово не приемлешь, когда оно действительно так? Ты дня не работал. Они платят денег. На тех условиях, которые вышло... Тебя государство заблокировало. Тебя не выпускают, ты должен. Они тебя выкупают, чтоб ты проехал. Что-то непонятно-то. Ты какие-то слова такие, вертлявые говоришь. Неправильно. Они тебя выкупили. Выкупили, ты обязан был, говорится, по одной плашке ходить. А ты начал на мурот заглядывать. Испортил отношения настолько, что он теперь православие слышать и хочет. Ну я вам скажу, по какой причине он не выпивает. Ты говори, за столом-то выпивает. У тебя больше ничего и не было. Нет, не в этом дело. Ну давай. Ну то, что... То, что я злой человек. Понимаете? Вот. Я злой. Вы злой, он говорит. Он говорит, ты злой. Да. Я злой. У меня нет любви. Вот эти слова. Хорошо. Он сказал. Ты злой. А ты не злой. Ты добрый. Ты как серопин. И что из этого? Что? А вот кто? Это его как бы аргументы. Это аргументы. И англотаус говорит так. Тебя обречили справедливо. Поблагодари. Тебя обречили несправедливо. У тебя не одна измеренная, а две. За обед и в туалет. Две измеренные. Он пускай вот что говорит. Я так повлияю на него. Пока спокойно. И что я там буду лицемерить? Но если человек несправедливо тебя обвинил. Не посчитал твои измеренные. И тогда поцелуй его за намерение. За намерение. А ты сразу восстал. Не так и много у тебя измеренных. Ну я ему сказал слушай, а ты на меня не кричи. Ооо. Что? А что? Ну если он на меня... Так, давай спросим. Так, ты голос какой-то подал. Скажи пожалуйста. Я не понимаю реакцию. Ты в конце контекста знаешь вообще? Как что там делать? Италия, я уже к другому вопросу. Я смотрел, что я взбалобутил на тебя внутри все это. Ну у меня конечно я напрягся. Ну попробуй молчать сейчас. Значит ты по-другому себя не мог вести. Ты там так себя и вел. Так, у тебя в подчинении, Игорь Владимирович, были люди когда-то работал инженером? Естественно. До 60 человек. Если у которых человек не хочет быть послушанием твоему, он тебе приятен? Приходилось беседы проводить и даже убирали людей. Все, попробуй. То есть у меня тебе говорю, было столько людей. Но я никого не мог уболить. Потому что они заключенные. Я должен был приспосабливаться. А как? Да менять работу, глядеть. А самая трудность была, что они имеют срок, если 103% выработка, ему засчитывается за день или два дня. Если он выработал 121%, то за один день защиты за три дня больше не было. А выработки нету. А у него топор в руках. Да. А мне 20 лет только, я еще не работал. Я должен теперь эти проценты брать где-то. Сделаться преступником и сесть рядом с ним. А у меня было безвыходное положение. Евангелие не знало. Бога верил. Мое положение, поймите. Каждая копейка на учете у государства. Я ничего не могу сделать. А он бывший летчик. Не воздержанный такой. Летчик там. Ну и вмазал там начальнику где-то. Ну и мы сразу пять лет нахлобучили военные. А я сейчас не могу говорить. Лялинка, сейчас помню. А я еще ему отвечу, когда я топор в руках не держал. Ну дома ты что-то делал. А тут я должен принимать объект. Ремонтировать дороги. Да. Я не просто говорю так. А для того, чтобы это дело исправить. Судя по тому, как ты бурно это воспринимаешь, душа твоя неспокойная. И это хорошо. То, что ты оправдаешься, это плохо. Хуже некуда. Так. Остался должен. Они тебя выкупили, чтобы прорвал ты оборону границы. И власть тебя уже выкупленного, очищенного, без долгов выпустила. Своими словами называть. Зачем говорить. Подделку, подмену слов святые запрещают говорить. Ты был клинен. Клинен грехом. Государство нащипывает. Ты так и не работаешь. И еще не понял, не устроился. А работаем в Сургуте. Вот у нас отсюда мой племянник туда ездил. Зарабатывает. На машине приехали. Ну. Кто из этих олигархов сидел в тюрьме? Ну-ка. Кто? Тодорковский. А? Тодорковский. Тодорковский. А? С кем они были там? В очков там были. Кто? В очков. Нет, нет. Еще кто? Тодорковский. Его, который по охране отвечал за его безопасность. Безопасность какая-то. Группа Юбис. Группа Юбис. Дело в том, что ты никуда не вывернешься с законом. И поэтому Вегис абсолютно на 100% прав. Ты приехал работать. И он же сразу видит тебя. Интелектом лицо не испорчено. Я спрашивал по работе. У тебя есть претензии? Подождите, Игнатик. По работе есть претензии? Я тебе не враг, я тебе говорю. По работе у него нет претензий. Чисто вот отношения. Ну это вот чисто отношения-то, Аня. Работа-то заключается в том, что безмогло делаешь то, что положено. Ты раб. Должник ты ему должен. Должник делается рабом взаимодействием. Ты не опровергай этого. Было другой договор. Библия говорит, ты должник ему приехал. А я это не отрицаю, что я должен. Должник, ты рабом приехал. Раб безболвил. Делается рабом. Ты сделался рабом. Он тебя выкупил. Вообще не понятно. Если бы я знал, что он от меня скрыл, я бы никогда с ним не связывался. Понимаете, Игнатик? У тебя выбора не было. Какого выбора? Он мне предложил. Давай бизнес просто сделай. Может, во всей вселенной никто не предлагал. Ты понимаешь? Во всей вселенной никто тебе не предложил. Долги растут. Тебя поставят. Да мне все равно. Я эту безумную и нечестивую прелюбодейку содержать. Я бы и ни копейки вообще не дал. Понимаете? С тобой разговаривать не буду. Не буду. Потому что это государство ставит на счетчик мужиков. Еще не сколько страдает мужиков. Итальев, еще с ними программу платят эти деньги. Я бы вообще ни копейки не дал. Игнатик. Не понятно. Ну скажи, Сутанин почему не приехал? Ни разу не вышел на связь? Валерий. Потому что я думаю так, что раз он считает, что вы тоже там каноны нарушаете. С католиками молитесь. Вот это его смещаем. С католиками. Где? Нет, ну есть в интернете ролики ходят. Нет. Ну как я назови где? По этой причине он как будто бы... Я с католиками, я молюсь, покажи где. Кто там благословляет вас это? А? Вот это. Кто молит, кто молит. Извиняйся. Все. Вода справляет и... Так. Я ничего не делаю, кроме того, что есть. Игнатик. Ну это я вот. Я думаю, что вот по этой причине у него самовыщение. Наш Бог возбушает, а не унижает. Тем, что я доверяюсь Богу. А вот ни с кем не молится. Иди к старобрядцам. Для старобрядцев ты тот, с которым на другом поле не сядет отправляться. Ты никто для них. Что тут возносить это? Вот у нас они, которые ходят. Старобрядцы. Родная моя сестра там. Даже на собрания, на занятия перестали ходить. Попа играет в причастие. Они причащают и сдохнешь. А это причастие такой силы не дано. Она жизнь дает. Но не определение, а Царство Божие. И они сидят отдельно дома. Ничего не делают. У жены сестра, вот она рядом живет. Она прячется, чтобы где только не увидели. Они из них сделали тараканов. И это все в норме. Так что ты сильно, ты чистотой православия сегодняшнего не козыряй. Нет, вы спросили меня, почему они... Они это совершенство довели. По этой причине. Приобретение людей проповеди нет 360 лет. Ни одного нет миссионера. Ни одного. 360 лет. Запечатано все. Главное, что ты ни с кем нигде не молился. Как шульха на руках. Идешь мимо православного храм, хуйнь, чтоб ты провалился. Вот тогда на месте. Поэтому козырять своим православным поборечным не приходится. Она жизнь очень внимательна. Игнатий. Он просто в обиде на женщин. Живу свою в обиде. Это мягко сказано в обиде. Он должен сам сделать. Конечно. Какой обиде? В смысле? Ну что обиде? Давай, давай. Я не только в обиде, правда. Я там более серьезно, мне кажется. Твои пояснения не имеют никакой силы. Потому что ты раб. Делается рабом взаимодействие. Ты еще перепрыгни хочешь. Слава Духа Святого. Ты заранее знал, что ты должен. Границу переезжаешь, должен 300 тысяч. Переезжает границу раб. Раб. Раб безмолго. Рабу не дается ни слова ничего. Ни местожительства менять ничего. Раб. И вот от сына теперь исходил. Раб начинает учить хозяина. Он хозяин. Я его учить особо не собирался. Ты его особо учил? Ну я сказал, слушай, на меня не надо кричать. Так скажешь. Это не раб. Ты... Господин он тебе должен кричать. Мне не надо. Так, уберите это. Зачем это? Не, это убери, убери. Ура. Так, по порядку. Значит, ты ничего не понял. Раб пережал границу, согласно Слову Божию. Раб ведет себя дерзко. И Регис, он абсолютно прав здесь. Он ставит тебя в рамки. А ты, я не позволю. Мои извилины. Он видит тебя, какой ты есть. Не надо на это обижаться. Ты в обиду взял. Ты на женщину, с которой ты был, дитя нажил. Тоже ты на нее в обиде. А она прелюбодейка. А ты с ней ложился спать. Она была жена твоя? Нет. Ты блудник. Он согласился. Еще раз. Статус твой повысился. Ребенка-то сотворили. Это в блуде был. Он знал. Семинарист. Паршивый. А сознания греха нет. То она теперь, я не знаю, как они лечались, когда, где. Но дело в том, что теща виновата. Теща меня заманула и в постель подсунула. Ну то есть... Лавана, да? Да в уровне дурачка еще не дорос. Злили подсунула. Это не годится так. Тебя нигде нельзя подвигнуть в покаяние. Я не говорю, я с тобой не живу. Я спасил разрешение, когда сейчас сказать, или последний день. Чтобы на два дня у нас были хорошие отношения. Ты для меня и чужой. Ты попробуй сейчас с губами не шевелиться. У тебя просто взрывает этот брак. И как ты там был? Он тебе сказал, Виталия, ты приехал работать. А ты мне не учи. Я знаю, со мной так не разговариваю. Конечно. Ты не раб приехал. Так, со мной. Ты приехал разбойник. Хулиган. И испортил отношение с человеком навсегда. Да. Значит, я для чего говорю. К тому, подсчитай деньги. Поехал, у тебя даже денег нет на дорогу дали. Так? Я понял. Ну, конечно, раз я до конца-то не это. Ну, никуда не годится. Сядь. Нет, он мне дал, потому что он прижил, чтобы я не остался. Быстрее. Вымем. Он дал. Чтобы как будто бы... Короче, при любых ходах ты должен уехать. Виталия, я советую тебе. Мы с тобой выйдем где-то отдельно. И ты, наконец, бумажку мне покажешь, сколько ты должен. В общем, 1200 я вам сказал. Который он дал на дорогу деньги. Ты все получишь. Все. Туда ехал. Это все твое. Он не обязан тебя оплачивать. И ты поставь себе задачу. У тебя долг опять растет за резервами? Опять. Конечно. А? Конечно растет. Это нормально. Ты норма считаешь. За трехсот тысяч дает. Я вообще ни копейки бы не дала. Еще раз скажу. Ни копейки. Ни один. Я сейчас говорю, ты слышишь, я говорю, ты перебиваешь Нет. Все. Я молчу. Тихо. Спрошу прощения. Настя, не нуждаешься ни в чем. Приговоренный. Вести себя так приехал. Ну а как? Как по-другому? Тут у нас много бывает людей. Приехал, в роликах вот был. Утром вышли пилить в лесу надо. Стоит. Я говорю, сейчас стоишь. А я устал. Так мне работали. Я вчера устал. Ночной солнце. Все снимает. В новый день уже на вчерашнюю усталость ссылок не делается. Нету. А я нет. Я сразу после обеда его на мотоцикл. Только проверь. Ничего не забудь. Проверь. Ничего не забудь. Доехал до трассы. Шестнадцать километров. А я там забыл кто-то. Ведь снова на мотоцикле возвращается. Даже уехать по-хорошему не мог. Но уехал. Он не задолжал. Я к тебе это говорю к тому, что ты не был рабом. Выйди из рабства. Возьми две-три работы. Я говорю то, что делал я в жизни своей. За всю жизнь. А мне пошел восемьдесят первый год. Я не был ни одного дня. Ни одной копейки никому должен. Недавно было мы получали посылку. Пошли отправлять в Америку за присылку. Требуется одиннадцать тысяч. А у меня не оказалось. А Сергей? Я говорю, Сергей. Заплатишь? Заплатил. Он на неделю, кажется. У него пенсии. Я такую получу и отдам. У меня еще нету. И за книги, которые получают. Я с кем-то иду получать деньги. А деньги-то есть. Почти тысячу долларов за полный комплект. Я беру человека, какого я знаю, нуждаются. Получаю деньги. Деньгами не прикасаюсь. Моя отпечатка на деньгах, которые идут из-за границы. Нету. И тот человек берет из паспорта деньги. Похвалился и ушел. Интересно? Посылку точно так. Без меня никому не отдают. Я кому-то звоню, знаю, что нуждаются. Там ребятишек много или что-то. Даже не нашей общины может быть. Мы едем туда. Та же посылку получает человек. Я расписываюсь. И на это моя работа окончена. Меня снова домой привезли. Вот мне накидывают на счет. Вот это. Телефон купленный мне подарят. Вот он делает. Вот такой вот. И на него скидывают деньги. Я не могу найти кто. Я два раза в год отдаю телефон кому-то. А снимают. Там много денег снимают за это. И не посылайте. И деньги снимают и не возвращают. Я никому не звоню. Редко-редко, когда застряла машина или что-то где-то надо. Это мой образ жизни. Я не... Охвалитесь этим. Да ничего. Хвалиться не с чем. Это не мое. Кто-то прислал и я их отдал. Я боюсь брать чужое. Я сам себе придумывал карм. Вот допустим. Я говорю. Кто-то подошел и в карман мне деньги сунул. Было такое. Я пришел домой пять рублей. У меня практика. В этот день я должен отдать шесть или семь рублей. То есть чем больше мне суют, тем я беднее делаюсь. Я как обе это боялся. Я сам придумывал вот такое для себя. Да это к чему? Ну образ жизни такой. Это для меня нормально. Вот это вот у меня почти выходные брюки. Видишь что? Но под каждую заплату миллион зашит. И как Виталий говорил. Вот так. Поэтому я, Виталий, говорю тебе не как чужому человеку. Почему? А вы хвалитесь с тобой. Я сейчас хвалиться. Почему вы забываете, что Иякова 2 глава 13 стих написано так. Покажи мне веру твою без дел твоих. А я покажу тебе веру мою из дел моих. Это призыв показать. Я ей показываю. Разные отношения. А вы не могли бы вот так вот сказать. Вот если бы у вас такая обстановка была. Она не могла быть эта обстановка у меня. Не могла. Я бы ни одного дня не был, если ребенок был. Я всегда на двух-трех работах работал. В свободное время дома я с организациями договариваюсь. Переплесыв документы. На читающие книги, как там Оленина стоят. Они на автобусе привозят мешками документы. Я должен слабо отпрашивать. По корочке сделать, подписать и прочее. Реставрация старых книг. Это огромный страшный труд. Около трех тысяч томов я переплел. В свободное время. Томов. А там страницу. Как ее вырезать. Чтобы она незаметно влилась в ту страницу. Дописать, найти оригинал буквы какие. Это, ну, я не могу сказать. Через мои руки прошли многие книги. Поэтому я их перекрытаю, да и считаю. Я сокращаю сон. Сон довел до двух словно-часов. Дальше организм мой гипотезный. Грех. Мог бы, конечно, еще. Вот так. Отработал батюшка. Пришел домой по ужинам. А на вещание у меня другой объект. Дальше туда по меня сразу везут. Я дальше работаю со звездами. У меня всегда были деньги. Сорок лет делал пищи. А пищи это деньги. Вот они нанимаются там три человека. И они с неделю там крутятся у печи. Я прихожу один. И в день две печи. В день. Откуда надо тут работать? Я специалист. Перекурок, не знаю. Вообще перекурок у меня не было никогда. Я в этом вопросе неукротимый был. Выработка всегда почти была 280-300 процентов. То есть за трех мужиков. А почему? У меня лагерь. Я должен отработать, чтобы мне в следующей неделе проценты растянули. Ну, 300 процентов надо растянуть. А неделю я иду в лагерь. У меня тут дети. Я должен заниматься этими. То есть вот такая жизнь была на победушках. И это моя жизнь. Я никому ее не навязываю. 45 лет начальника детского лагеря. 45 лет. 45 лет. Тысячи детей. Каждый год в среднем. 100-80-109 дней. Никто не верил. С родителями. Необычный устав. Дети, понимаете, в 5 утра. К чему они занимаются. Какое послушание. Абсолютное и полное. Ни одного слова в ответ. А были у вас такие, которые вот так вы говорили. Был один работник. Работник взятый. Немец. Церковь. А вот вы с ребенком говорили, а это неправильно. Это оскорбление. Я говорю, Миша, а кто тебя ставил здесь за мной смотреть? Ты работник. Или ты молчишь, или я тебя сейчас не уволю. Почему у тебя был контакт? Я тебе один раз объясню. Вот почему. А почему вы мне сразу не сказали? Я зачем тебе объяснять буду? Я начальник лагеря. Начальник. Создатель его. Основатель. Я избран на эту должность. Община. Зачем я тебе буду объяснять? Он уехал. Приезжай где-то. По полям пошел. Я говорю, зачем вы по полям ездили? А что вы за мной смотрите, как гестапо? Он и гестапо знает. Я говорю, дело в том, что эти люди мне встретились и говорили. Приезжал человек. Говорят, из вашей деревни. А деревни-то не было еще. Закурить. Денег давал. Купить папироса. Так. Так. Я обязан смотреть. Мы договорились. У нас не пьют, не будет. Мне пришлось сниматься. И что? Он умер. Ну нету. Он намного-много-много моложе меня. Где-то через переходной мост в Барнауле. Собака была у него. Пьяный упал. На морозе лежит. Собака никого не допускает. Ну и лук, и все это обмороженное. Так. Я знаю, с чем заканчиваются эти долги. Долги. Раб. То есть, должны делать арабом взаимодейству. Я не знал этого, но боялся. Боялся и поэтому приходилось. Волка моть и порвать. Нигде ворованного не было. Вот представь, рыбу наловить и на базар бежать. Продать что угодно еще. У меня девчонка одна была. С бабушкой. Мать пьяница. Пьяница дома не живет. По чужим кавалерам ходит. И она доит корову. А девчонке где-то 7 лет. Трехлитровую банку. И выходит на трассу Новосибирск-Барнаволок. Продать шаперам, чтобы купить хлеб. Ты любой бы зашил себе в кабину. И развать ее. Знаю хорошо. И ее привел учитель. Который член нашей общины. И я должен встать на ее защиту. Привезли она вся во вшиве шее. И сразу же увидели. И в шее. Мальчишка. Один ее. А мы сразу ее обработали. У нас свой состав был. Керосин. Мыло там. Добавили. Обработали ее. Побыли. Он обозвал ее вшивая. Девчонка. Она плащет. Я еще ее знаю. А он обозвал. Сразу колокол тревогу. У нас это не разрешается. Так. Кто это сделал? Кто это сделал? Кто сделал это? Ну выходи. Он сказал. Кто сделал это? Так. Ищи вшивую. Нету вшивую. Значит. Ложное. И во вторых. Я тебя наказываю. А наказывание у меня адекватное наказание должно быть. Наказание такое. С сегодняшнего дня ты все время с Ириной играешь. Ты ее защищаешь. Чтобы были в паре все время. Ты увидишь какая прекрасная девушка. Еще лет восемь пройдет. Ты вот так вокруг нее будешь ходить. Чтобы она на тебя взглянула. Наказание. А где мы учились этому? Нигде. Ну и что я хотел бы. Семь часов говорит. Семь часов говорит. Семь часов. Я рассказываю как. Жила самой бедной семьи. Но мы бедными себя никогда не считали. У нас все было. Игнатий Ильич, а можно вопросами задать один? Скажи за сколько времени, период времени ты заработал вот эти три тысячи? За три месяца. Ничего себе. Ничего себе. Ну не вот такую работу. И что ты не мог еще потерпеть месяц? Нет, ну там три месяца три по три. Там можно быть. Хорошо, я поздно. Уходил я, чтобы нелегально остался. Но там не получилось. И вот из-за этого началось идти пиво. Ну я в ответочку тоже. Так, Виталий. А вот если бы ты ему не отвечал. Я бы не смог, Игнатий Ильич. Я бы не смог. Реально. Я в этом верю. Я спрашиваю. Вариант такой ты проигрывал, что если бы ты проволчал. Ничего бы не... Ну ты понимаешь, что ты мог вперед посмотреть, если у тебя кроме одной извилины еще какие-то извилины. Что ты теряешь все это. Я расстроился очень сильно. Во-первых, он меня подставил. Пред Богом причем. Понимаете? Я обещал одно, а я понял, что ничего не вырастет. Никакого. Они не могли тебе не обещать. Когда будет работа, будут деньги. Другое обещание не было. Какие у тебя... Я туда поехал не ради того, чтобы долги эти закрыть. Игнатий Тихляшман. Вина-то падает и на меня. А? Вина падает и на меня. Дело в том, что через меня ты пошел к ним. Вот какое дело. Я... Только вот обидирую. Не просто так. Это мой имидж. Какие у вас люди? Дальше этот разговор идет уже на такое. Ну вот как обычно. Обычные вот эти присказки его. Нет любви, ни у меня, ни у меня. Уложение сейчас не окончено. Ты все время переливаешь. Это о чем он говорит? Имидж. Ты собой совершенно не владеешь. Он глупости говорит. Понимаете? Игнатий Тихо. Он все вещи до глупости говорит. Понимаете? На вас причем. Что у вас нет. Не надо ничего. Ты приехал за работу. А вы его сейчас начинаете. Понятно? Да. Я с вами согласен. Вот смотри. Директор самхоза. Вот смотри. А ты прерываешь. Ты не слышишь, кто с тобой разговаривает. Что впереди полезно. Тебе нужно... Вот тебя... Это не только представление. Это одна из форме представления. Тихо. Ну можешь сейчас пока записывать. Люди будут смотреть. И сказать, какая чума в арте сидит. А сейчас каким порченный это. Директор сидит. Мануилов. Анатолий Сергеевич. Нам нужен трактор или машина. Нет у меня ничего. Попы навязались на меня. Мало того еще матов. Батюшка опять сидит в прихожей. А он там разбирается своими. Сидит поп-то здесь. Сидит. Он опять дальше. У него цель у батюшки получить, привезти. Лес. Храм надо строить. Я сижу. Он говорит. Ну ладно, давай его сюда. Он не хочет. Он против. Он коммунист. Так. Что тебе надо? За машиной. Он сразу механик. Да дай-ка ему пусть отстанет только от меня. А он сидит молчит. Сидит молится. Ты так себя вести не будешь. И батюшка ни одного лишнего слова не сказал. Я в Простителе был неоднократный. Но мне Бог давал власть над душами. Я захожу. И он как будто меня все время ждал этого человека. Когда мы получили дом. Вот. В Барнауле который. А там ремонтируют. А водолей уже наседает. Он был нежилой. Станция ОСВОД. Спасение на водах. И теперь привезти в жилое. Это такая канитель. Получить надо домовые книги. Но у меня близкие отношения с мэром города. И везде деньги платить. Но мэр города все это сделал. Я нигде копейки не заплатил. Нигде. Ну и надо уже теперь дежурить. Уже на меня переменеют. Суд закончился. Мировое соглашение есть. Обратно уже нельзя никак. И дежурить один из дежурных. А наш брат. Могу и назвать даже. Третьяков Игорь Владимирович. Приходят пожарники. Так у вас счетчик есть. Да нет. Счетчика нету. Им деньги нужны. А там ничего и нету. Они. Он принес. Никому не сказал. Плитку. А уже дело довольно. Осенью. Включал плитку. У нас розетка есть. Они уже там выходят. Розетка есть. Розетка есть. И вы что-то включаете. Ну да. У меня плитка есть. А когда вы здесь? Да мы здесь уже целый день. И они теперь круговую. 24 часа в месяц накладывают. На полную розетку. Такие деньги. Которых у меня нету. Да что ж ты сделал-то? Ну он же спрашивает. Если человек экономически похуй. Трет какой-то окончил. А в башке то ничего не соображает. Плати теперь иди. Плати деньги то. Я там не был. Я не ночевал. И другие ничего это не знают. Ты один брал плитку. А они. И все сказал. А что можно? Сказать что я дежурию здесь. И все. С хозяинами разговаривали. Не сам дал ничего. Нет это не будет он обязательно. Приехала милиция. Тут его. Стало допрашивать. Стало допрашивать. Еще знал. Еще с ребятишками говорил. И хочется с чем. Общения нету. Что делать? Он не идет. Я иду. Гор. Электро. Снабжение. Конечно помолился. Я захожу. Начальник на один газ. Такой еще там есть. Заходит. Зашел я к нему. Ну кто его. Инженерству платите раз должны. Платите. Какой разговор. Жгли? Да не жгли. Ну как написано. А теперь написали. Уже все. Верят на этой печати. А не мое. А он. Я когда стал говорить. Так это вы лак. Он вот так. Я так давно хотел с вами встретиться. Понятно? А он только что получил какое-то повышение или награду от Путина непосредственно. От президента. Тогда кажется Путин был. И он в это время. А что у вас? Я говорю. Секретаря вызвал. Так бумажку дайте. Погасите. Ничего не было. Я ничего не говорил. Я еще не жаловался. Уже все ликвидировано. У тебя нет авторитета. Я в первый раз слышал. Но авторитет мой. А на вас авторитет работает. Но я на авторитет мой полвека работал. Издавал книги 9 лет. А авторитет, чтобы написать, значит, что ответит. Ровно полвека. Ты это-то учитывая маленько. И что ты голос поднимаешь? Но я этим не вошвались. Я своим не считаю. Это Бог сделал так. Погашено. Все. Где-то меня зажмут-то на это. Я сразу телефон в городской администрации. Оттуда позвонят. Так, сделайте так, чтобы еще там не было. Все сделали. У тебя связи никаких. Чужая страна. Языка не знаешь. Тебе надо было тише, говорится. Воды. Воды и травы ниже. На первой ступени социально. Этого не получилось. И никто тебя не одобрит. Они помогают тебе погасить долг. Во всей России, Германии, Нидерландах не нашлось нигде. Единственная семья, которая в Испании, которая добровольно решила погасить. И ты с ними поступил. Даже не осознаешь сейчас. А он так говорил, да он... Да даже говорил, да зачем тебе на это смотреть. Главное тебе машину получить. И батюшка, я получил и вывез. У тебя этого нету. Твое я иршистое, неразбитое, везде вот так топоршилось стояло. Ты не прав на сто процентов. Но самое главное, ты отвратил его от веры православной. Вот в чем дело-то. Он теперь слышать еще не хочет. Это оттуда сведения уже идут. Да, Игорь. Не надо, не надо. По-другому он и не мог рассуждать. А теперь он сидит за столом, там, винов у него. Это принято. А он ему сказал. Зачем тебе было говорить? Он деклян. А ты его спрашивал тебя, когда ты вернулся. А я вам объясню почему. Я сейчас еще говорю. Я еще говорю. Что это прорывает-то? Попробуй пока... А что Игорь там воздыхает? Когда ты вернулся? Это тоже знаешь. Ну это тебя не оправдывает, тем более. Когда ты вернулся, я спросил отношения хорошие, ты выехал оттуда. Твои ответы сохранились. Ты проверь их. Ты осознавал, что нехорошие. Нехорошие. И это зависело не от одного человека на всем земном шаре, а от тебя. Ты не улучшил отношения, они тебя не оценили. Ты хороший работник. Ты молодец. Ты все делал. Законно заработал. Но все испортил. Испортил своими плевками. Он выпивает. Выпивает за столом. У нас по уставу написано вино, или ты открой православный календарь. Ну я не беру в рот. Не крути головой, отпадет голова со всеми. Я говорю, у нас по уставу календарь. Старый, который идет до Никоновских и Никоновских, одинаково везде. Это установили святые отцы. Вот книга к истинному православию. Я работаю с оригиналами. Перевод делаю. И там написано, в какие дни у него апосте показано вино или ему, а или другой день. Вопрос закончен. Что ты испортил отношения и не осознал. Они помогли крупно. В стране тебе бы никогда в месяц сто тысяч не заработать. Игнатий Тихонович, можно сказать? Пожалуйста. Да сказать-то можно, только ты ничего уже не понял. Ты сейчас только сам оправдать и сказать. А попробуй, твое я убрал, отвергайся с себя. Можно сказать, Игнатий. Ты можешь отвергнуть себя? Да. Отвергнись с себя. Тебе говорить уже нечего. Ты там точно так себя делал. Никого не было. Даже со мной разговаривая. Виталий говорит, никого не слушается. Одного Игнатия Тихона сейчас слушается. И несмотря на это, ты возражаешь и везешь себя. Ты знаешь, как с тобой разговаривали. Как тебе пришлось отсюда уезжать. Сделать, чтобы у тебя здесь духу не было. Было это? Да, да. Ну, все там говорить. Ну, наладились отношения. И у нас по-хорошему все было здесь. Я тебе говорю для того, чтобы ты осознал ошибку. Грубая ошибка, да, ошибка. С ними рассчитался по полной программе. Здесь немедленно устроился на работу. А где я у тебя говорю, где добывают? Нет, там все время требуются работники. Да мало того, устроился еще на подсобную какую-то работу. Ты рассчитайся. Это твое дитя. А она ушла. Забудь, Сутармину тебе зайти помочь. Один вопрос. Сутармину, чтобы со мной не встретиться. А он его мне нашел. Это я предполагаю. Вы мне сказали свое мнение. Предполагать не надо. Я просил встречу. Я его просил. Еще раз. Не вышел? Он благодарит. Благодарю, что вот вы меня приглашали. Если я молился о нем когда говорили, какой вред ему от этого? Игнатий, это мое предположение. Я могу быть и прав. Вы одинаковы здесь. Вы зациклились на женщинах, которые вас бросили. Вот у меня еще была девочка одна. И она не просто девочка, а отец у ней, как сказать, сын моего крестника. Вот так можно сказать. Главного помощника. Вот который у нас есть. Тут помогает везде. Он его брат. И тоже такой же. Работать не как, а только по интернету что-то есть. А образования нет. А у брата два образования. Кончает университет на другой. У меня был знакомый Патеревский. У него четыре высших образования было. И смотри на эту Патеревку по-другому. Два бюрояной академии. В трех родах войск, кажется, полковник. Вот какие были. Не раз представляли на генерала. Но это дело мешало. Вагнер Николай Николаевич. И вот здесь. Все можно было сделать по-другому. И ты вернулся в другой. Мнение открыто было. Почему должно быть открыто. И Златоусту не было открыто. Кого он оставил после себя. Что поставить? Ничего. Только молиться и рассчитаться. И больше туда не писать, не лезть им. А только, если можно, поздравить с чем-то. Я никак о тебе ни одного слова не сказал. Прими ввиду. Не сказал с ними ни слова. И ничего не расспрашивал. Я узнаю только от кого-то, кто ближе знает, из твоего окружения. Ты оцени это. Вам нет претензий. А никаких. Потому что ты для меня не чужой. Еще раз скажу. Ты здесь был. А раз был, молились вместе. И такое прочее. Ты на три дня приезжаешь. А ты сейчас вот пойдешь, посмотри, что делает барабаш. Я снимаю, порой ли там увидишь. Потеряешь ты. Огромный склад делает. Вот сейчас только ферма уже. Около ста ферм уже сделано у него. Полуферма. Потом сделает, что солбок не будет. Все это по схему. Возят глину какую откуда. Там у него бульдозер работает. Ковыряют селосные где. Из селосной ямы. Две машины самосвалы. А всего трое. Два сына и вот. С одной машина на другую грузит. Ребенок 12 лет. У нас машина на технике на все ездит уже. Сейчас 18. И ты увидишь, как они все. Я стараюсь. Пошел, договорился с ним и со старшим сыном. Как что-нибудь меняется? Работа. Нет, звоните, чтобы я приехал заснято. Я хочу весь процесс заснять где-то. Можешь поучиться, посмотреть. А приехал один горшок у ребенка. Ничего нету. Вообще ничего нету. Все есть. Ты посмотрел, техника и заставил. Старая техника, да. А у меня, если деньги бы были, первое, что я сделал бы. Купил ему новый комбайн. Это все знают. Я обращался. Но это речь идет о нескольких миллионах. Нескольких миллионах. Вот сейчас он делает земляной пол. Чтобы насыпать камень и распасть. Около миллиона обойдется. Только оснований не считают. Он такой же, как ты. Барабаш? Не, не такой. Ну, по возрасту. А. По возрасту. Ну, он старше тебя. Парабаш? Да. Барабаш. Не знаю, тихо. Ну, ну что. Ну, вообщак он встречает. И его выделывает. Вот. Барабашу надо памятник поставить. При жизни. Вот. Все. Так. Можно заканчивать. Все. Володя. Сейчас мы садимся за столом. Отключи.